Следует помнить, что электроэнергия – это товар, который требует своевременной оплаты. Граждане, которые забывают своевременно оплачивать, рискуют остаться без света. Очередной рейд в Чахольский район показал, что есть с кем и над чем работать. В связи с тем, что образовалась большая задолженность у населения, порядка по району чуть более 9 миллионов, из них задолженность суммы на Чехоль населения составляет 4,5 миллиона. В то же время энергетики понимают, что суммы могут накопиться достаточно большие, и для потребителя может быть проблематично платить весь долг сразу. Вы не бойтесь вот этих уведомлений, которые вам вручают счет извещения. Где-то, если вы не согласны с суммой задолженности, в суммоне Чехоль работает касса, работает техник, где можно произвести сверку, желательно иметь фотографию прибора учета, где видно показания пломба на счетчике. Воровство электричества и самостоятельное подключение к электросети влекут за собой крупные штрафы. Рейдовая проверка должна выяснить, когда же закроют люди свой долг и не подключились ли они самовольно. При выявлении подобных фактов дом обестачивает. Все понимают, что это нарушение, ну, постановление правительства, Чехоль структурового, также влечет уголовную и административную ответственность. То есть административная ответственность до 10 тысяч рублей у нас достигает, а уголовная уже на рассмотрение суда будет. Для того, чтобы не остаться без света, гражданам необходимо просто оплатить свои долги. Для удобства платы на месте энергетики берут с собой в рейды мобильный банковский терминал. Если абонент соглашается выполнить платеж здесь и сейчас, то и долг погашается сразу же, и электричество не отключат. Поддержку в работе с населением и в снижении задолженности оказывают и муниципальные власти. Мы проводим совместную работу с энергетиками, помогаем в работе с возниками. И также призываем гражданам в свое время наплачивать за электричество, оформлять субсидии, чтобы долги не накапливать. Неплательщики хотят жить с электричеством, но не хотят за него платить. И если жители отключают, то они с риском для здоровья и собственного кошелька подключают свои дома самостоятельно. Однако следует помнить, что электрический ток – это источник повышенной опасности, и он ошибок не прощает. Самостоятельное подключение и вмешательство в работу энергообъектов категорически запрещено и может привести к фатальным последствиям. Не берегут свою жизнь поражение электрическим током. То есть подключаются самовольно, без применения никаких-то там неприспособлений, ничего, просто подключают и как бы не берегут свою жизнь. То есть все это может повести к печальным последствиям, то есть поражение электрическим током. То есть мы совместно тут же сразу по разговору с гражданами разъяснялись им эти все опасности, опасные факторы, которые влияют. Объяснялись то, что нужно платить за электроэнергию ежемесячно. Рейды по неплатежам и самовольному подключению к электросетям энергетики проводят каждый день. Гражданам необходимо понимать, что потреблять электричество на законных основаниях в разу спокойнее и дешевле, нежели воруя каждый день сидеть на иголках и ждать визита энергетиков. Рейды в Туве будут продолжены.